всем доброе утро я сейчас иду на окрашивание когда я была у эльнары мы с рустамом договорились чтобы он меня покрасил я хочу немного стать светлее и добрее самом деле да я хочу немного осветлить волосы это будет либо милирование либо амбре не знаю мы еще так подумаем с ним хочу рассказать вам одну новость пока иду дело в том что мы с мужем не сдаемся мы хотим все-таки поехать в америку я вам рассказывала что нам отказали в визе в сша недавно мы нашли одну компанию которая занимается иммиграцией сша мы с ними связались там работают очень грамотные специалисты сейчас я работаю с алексом миллером он нам советует вернее мне советуют подать на визу один мы даже не знали что есть такая анкета и что есть такой тип визы у один виза для творческих людей можно повысить свою квалификацию поехать штаты я могу зацепиться за свой канал то что я занимаюсь каналом уже несколько лет меня большая аудитория много подписчиков есть там награды да и я могу подать на визу у один как творческий человек как режиссер что-то типа в этом роде мы сейчас только ведем переписку все к этому идет если вы заполнили какие-то анкеты на визу они помогают ее проверить вот и я под этим видео оставлю ссылку на них на эту компанию сейчас я уже пришла салон просто мы в тренд мы будем краситься подстригаться еще ну что пришло время познакомить вас с рустамом знакомьтесь от рустам всем привет немножко пройдемся к салону на кабинет джессика гель-лаки по моему вот еще есть мы любим жить таким образом в принципе обрабатывать инструменты стоматологи мы у них позаимствовали проконсультировались как правильно и качественно все это обрабатывать это такая специальная бумага сначала получается обрабатываем их после чего мы промываем проточной воде упаковываем триста двадцать всего лишь есть у нас все персональные вот на данный момент допустим это сейчас у нас отложили мы для того чтобы все это дело обработать но и у меня такой же есть набор станет все правило вот визажная зона у нас процессе то есть не только потому что там работают а чем его не доделали не обустроить не обжили еще вот это вот твоё место твоё любимое и я вот и сегодня я хочу подглядеть чем ты работаешь всем же интересно лореаль это чисто твои предпочтения или нет нет приходится это та компания которым нравится да я сумку принесу что мы будем делать сегодня что я так и рассказала но я думаю непрофессионально мы будем делать разные вещи ты будешь сидеть и отдыхать я буду работать честно говоря не видно что там месяца три назад делали ощущение что свежий что-то уж один раз меня растал подстриг обманным образом давно давно я была блондинкой с ужасными кончиками выгоревшими мне хотелось убрать примерно столичка у меня мне сказала не больше трех сантиметров после чего мне пришлось по три сантиметра стричь всю длину так чтобы визуально на полу на кафеле так сказать чтоб я не заметила в общем я смотрел на пол а там вот такие вот лежат я очень сильно рисковал испортить наши отношения спустя неделю меня прости ну и высокие шаги обалдеет я он не спрашивает куда ты идешь и говорю по делам потому что он мне болезненно относится к моим переменам особенно вот что касается волос хотя позавчера он не сказал уже подстриги типа что за мочалка на блондинке главное женился да а перекрасил потом брюнетку она когда пристать будет потом Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok